Всем привет дорогие зрители моего канала. Сегодня мы пограем в Bad House. Игра переводится как баня, это очередная игра от компании хиллсарт. У УУ!! Хотел это сделать, хеmit, я не знаю зачем. ЛАДНО-ЛАДНО. Че ты? Всем привет, привет. BadHaus. Очередная игра от компании device dato. Последнее время я играю только в игры от этой компании на своем канале. Давайте, в общем-то не будем ждать просто, новая игра нажимаем, и поехали! А че загрузка такая долгая? Я понимаю, графика в этих играх, она... На уровне RTX... Ау! А чё так громко?! А чё он делал? Он хлистал там чё-то. Грязь хлистал. Я устал от работы в компании. Мне нужно бросить работу. Это вредно для здоровья. Круто, что чувак может себе позволить бросить работу только потому, что это вредно для здоровья. Healthy girls! Уволиться и уехать в деревню. Но это просто мут на всю жизнь. Но у меня нет таких денег. Что за... Листовка? Хм! Вот оно! Аренда бесплатна, если работаешь в бане. Интересное правило. Ничего не бывает бесплатно. Аренда-то может и бесплатна, но для этого тебе придётся каждое воскресенье парить трёх огромных мужиков вениками в бане. Сейчас же им позвоню. Давайте выезжать. Стоять! Ну что ж, ребят, хочу предупредить. Сюжет в этой игре довольно закрученный и невнятный. У вас наверняка будут вопросы. Но, даже если вы ничего не поймёте, то в конце видео я отдельно разложу всё по полочкам и всё встанет на свои места. Не переживайте. Акимура Мэйна. Я так полагаю, первая глава. Номер 203. Сначала мне нужно принести свои вещи. Ладно, я ничего не буду говорить. Я просто... Вот просто прочитайте мои эмоции по моему лицу. Ну вы только посмотрите на эту... Хе-хе-хе. Получилось? Нифига себе! А походу шутки про RTX были вовсе не шутками. У меня даже... У меня игра лагает! Какого чёрта? Так, по традиции чувствительность мыши убавляем. Итак, понятия не имею какой сюжет в этой игре. Это что, писсуар? У-у-у-у. Вот это воспоминание разблокировано. Очень похожие туалеты были у нас в школе. Ох, я прям почувствовал этот запах. Хе-хе-хе. О, смотрите, кстати, какой-то плакатик. Постер разыскивается. Угу. А, блин, это один и тот же человек. Я почему-то подумал, что это три разных человека. А тут мне вообще показалась девушка. Ну ладно, в общем-то, какой-то... Странный паренёк. И мне кажется, мы его нашли. Это ты? Угостишь сигареткой? Ну что, Кристиан? Как тебя занесло в эти далёкие края? Бежишь? Ты куришь бабские сигареты? Там не о чем с тобой разговаривать. Блять. А, там какой-то номер нужно было найти. Я это проглядела, не помню. Двести третий, кажется. Это значит, нам наверняка нужно на второй этаж. Двести... Двести третий. Хеллоу? Подожди, подожди, не спеши. Ты воняешь. А ты выглядишь... Очень... Мило. Вы должны принять ванну. После того, как закончите перемещать свои вещи. Приходите встретиться со мной в местной бане. Это очень странное предложение. Я в деле. Есть что-то, что я хочу вам сказать. Говори. Здесь. Это ключ к вашей квартире. Добро пожаловать в город. Спасибо. Город прекрасный, а пейзажи-то какие. Войти в квартиру. Да. Какая-то коробочка. Окошечко. Выдернуть. Какой противный звук. И что это? А, вот это тупица. Нам же нужно вещи переносить. Так. Берем коробки. Ооо. Вот это силач. И сматываем отсюда нахуй. Здрасте, здрасте. А вы наш новый соседушка что ли? Итак. Уху-ху-ху-ху-ху. Уху-ху-ху-ху-ху. Посмотреть, чем ты там занимаешься своими грязными ручонками. Думаешь, я не видел плакатик-то? Это же одно лицо. О, я теперь могу дальше пройти. Супер. Значит, мы выполнили задачу. Так, смотрите, такой городок провинциальный, да, небольшого такого объема. Это ты, что ли? Там животное какое-то, походу. Ла... Ой, сюда можно пройти, кстати. Здесь какое-то животное, да, наверное? Ой, это что за убить Билла? Меня сейчас будут учить драться, кунг-фу. Подождите, подождите. Автоматы, даже в такой подворотне, да? Есть автоматы. Да, мне в комментариях к прошлому прохождению игры писали, что... Указали мне на ошибку, что не пипси, а пиписи. Знаете, стало только лучше. Поэтому хочу извиниться за свою оговорку. Магазин сладостей. Куда это надо? Это надо. Блин, прикольно. Здесь прям целый городок. Со своими локациями. Ой. Ой, я случайно! Это что, баня, что ли? Я случайно уже в баню пришел. Я не хотел ничего тут трогать, нажимать. Подождите. Ах, так ты пришел? Добро пожаловать. Вы видели флайер, верно? Не нужно платить арендную плату. Вы работаете в бане без аренды. О, и в вашей комнате нет душа. Итак, у вас нет выбора. Если вы работаете здесь, вы можете использовать ванну в конце каждой смены. Похожая сделка, да? У меня есть выбор. Нет! Блядь. Сам себя напугал. Хорошо, сейчас. Давай начнем прямо сейчас. Глянь сюда. Пожалуйста, выполните всю задачу, написанную на этой доске. А, здесь ничего не написано. Он имел в виду вот эту доску, но игра забагалась, и... Я разговаривал с ним через шторку. Если у вас есть вопросы, оставь себе. Спасибо! Запустить баню несложно. Удачи! Я думал, он сейчас проинструктирует меня. Блин, я даже... Я хотел осмотреть город более детально. Я не хотел уже сразу в баню заходить. Ну ладно. Вот мы здесь как бы... Твою мать! Здрасте, здрасте! Ну че, Виталь... Виталь Бахилович, попариться пришли снова? Я так полагаю, нам сейчас, как в той самой игре про кофейню, нужно будет раздавать всякие предметы. Полотенце. А зарплата где? В конвертике, да, наверное? Нет? Ой, музыкальный автомат. Тут можно музыку включить. А, вот же, монеточка! 100 йен! А вот и зарплата ваша! Пожалуйста! А, нет, это у меня чаевые были, что ли? Не понял ничего, ну ладно. А, 20-летняя женщина пропала из деревни на прошлой неделе. А, это радио, я думаю, откуда этот голос? По данным полиции, она пропала после разговора с женщиной... А можно побыстрее? Это вам непечатная машинка. С женщиной 60 лет, которая живет неподалеку. Так, никаких женщин мы не видели пока что. 60 лет. Ой, блядь! Да откуда вы что-то беретесь? Здравствуйте, здравствуйте! Мария... Побрилкина. Мария Побрилкина. Мария Побрилкина, здравствуйте! Что вам нужно? Полотенце. Зарплата. Тинь-тинь. Все? Это, случайно, не вы та 60-летняя стрёмная женщина, после разговора, с которой пропала другая 29-летняя девушка из деревни? Похоже, что посетителей больше нет. Нажмите Space, чтобы вздремнуть. Что-то не очень хочется, честно говоря, учитывая, какие здесь посетители. Ну ладно. Вздремну-ка. Кто-то подскользнулся, походу, на мыле. Какой-то дядя, смотрите. Ой-ой. Какой ты... Намыленный весь. А мне точно сюда можно заходить? А что встал-то? Что это было? Я видел, что тут в комнате сауны. Не могли бы вы проверить это для меня? Вот комната сауны. Ох, прям аромат, знаете, такой... Ну я что, уже на тот свет попал, что ли? Знаете, аромат бани прямо... Ох, я бы сейчас попарился, конечно, да. Ну и чё ты тут испугался? Чего ты тут испугался? Бойлерная. Так. Какой-то... Холодильник. Крышка заблокирована. Она откроется только после слива воды. Но сливной пробки нет. Здесь вообще что-то опечатано. Чё за сауна? Какие-то странные посетители, цепи. Возвращаемся обратно. Ну здрасте, приехали. Увидел он там что-то. Было что-нибудь? Клянусь, я что-то видел. Это место даёт мне крики. Я не здесь. Ну, я, честно говоря, не удивлён. Ничему. Вообще ничему. Когда я играю, выиграет этого разработчика. Так что... Сколько вешу? Пиздец. 100 кило. Ну, не так уж много, в принципе. Ой, мы можем на улицу выйти. Вау. Ну вы только... Посмотрите на эту атмосферу. Ага, он ушёл. А нам нужно прибраться. Метла! Полетели! Так, что нужно убирать? Ой, это кто тут насвинячил-то я не пойму. Боюсь спросить, откуда эти пятна и что это за такая интересная история произошла здесь. Это как же нужно было так постараться. О, здесь нужно мышкой туда-сюда двигать. Вот это интерактив. Геймплей 10 из 10. Всё, убрался. Нет, не всё. А, наверное, нужно теперь ещё и в женской убраться части. Привет. А как тебя зовут? Меня зовут? Офицер Щукина, блядь, повернулась лицом к стене. Ты обвиняешься в убийстве 20-летней девушки из деревни. Ой. Такая девушка. Такие девушки. Такая девушка, как ты. Идеально подходит для предложения. Что это было? Вкинула какую-то странную фразу. И просто испарилась. В прямом смысле. Но она исчезла. Вы видели этот баг? О каком предложении идёт речь, я так и не понял. Но да, нам тоже нужно здесь всё почистить. Знаете, мне вспомнилась очень старая игрушка. Ну как очень старая. Я её, наверное, в году так в 2014-м снимал ещё. Некий симулятор уборщика, где нужно было успеть за определённое время почистить всю комнату. На самом деле это даже успокаивает в какой-то степени. Это как СМР работает. Работа окончена. Принять ванну. Сходить в душ. Ну да, сходим. Что же нас ждёт? Опал, молив мой нежный гель. Вы слышали это? Больше я не могу поворачиваться. Я же знаю, что сейчас будет. БЛЯТЬ! Чего-чего, этого я никак не ожидал. Какая нахрен мартышка. Это та самая, которую я слышал, пока шёл по городку. Так, походу... Почему я на полу? Подскользнулся на мыле, что ли, тоже? Твою мать. Так вот почему говорят, не ронять мыло в тюрьме. Тут, наверное, такое же правило действует, да? А то просто упадёшь и будет холодно на полу лежать, поэтому... Ну да, я так и подумал сразу. Ха, вторая глава, видимо, да? Ты космос, детка! А вы помните это старое мем-видео? Вы спросите, зачем оно тут? А всё потому, что спонсором этого видео является Тинькофф Банк со своей новой коллекцией дебетовых карт в космическом дизайне. Например, вот эта карта символизирует открытие космоса для человека, а также помогает экономить и зарабатывать на своих покупках. А вот и преимущества данной карты. До 15% кэшбэка рублями на 4 категории трат, которые вы можете выбирать каждый месяц. До 30% кэшбэка за покупки у партнёров. Их список постоянно обновляется. Доход до 5% годовых на остаток по карте с подпиской Тинькофф Про. Доступны бесплатные переводы даже на карты других банков через систему быстрых платежей. Наличные можно снимать также бесплатно в банкоматах. А ещё возможность покупать билеты в кино, театры на концерты с кэшбэком до 30% прямо внутри приложения за пару кликов. Оформить дебетовую карту Тинькофф Блэк в лимитированном космическом дизайне вы сможете по ссылке в описании. По ней вы также получите вечное бесплатное обслуживание. Я так и не понял, что в душевое произошло, кстати. Мы увидели мартышку и упали в обморок. That's it. Ладно, мы очутились в своих апартах. Звучит-то как апартах. Ну, только посмотрите на этот вид. Ну, так и сразу хочется сказать. Апарты. Апарты. Я в своих апартах. А на этот вид посмотрите. Ну, тоже так и хочется сказать. Ну, вообще-то, ничего не хочется сказать. Ладно, уходим. Это чё, чизкейк, что ли? А, это сэндвич. Ну, такие у нас продаются. Так, скорбинки здесь. А, или это полисорб. Ага, бурная ночка, значит, была действительно. Ладно, выходим из своих апартов. Я удивлён, что день. Кстати, а почему она не сушит свои трусики здесь? Звучит странно. Да ничего странного вообще-то. Здесь вешалки, чтобы трусики сушить. Почему она здесь их не сушит? У меня вполне логичный вопрос задаётся сам себе. Боится, что всякие фрики их украдут. Вот и ответ нашёлся. Касательно фриков. Его здесь нет. Кстати, теперь я могу зайти вот сюда вот. В прошлый раз я решила отложить это на потом. Здесь какие-то японские вот эти вот сады, леса. Что это значит? Вообще не понимаю. Так, и тут какой-то стрёмный дядька. Он похож на грабителей, которые колготки себе на голову надевают. Ой, это монах. I'm sorry. I'm sorry. I'm so sorry. Посмотри, кто у нас здесь. Новый, который я предполагаю... Перевод хороший, да, здесь получился. Мы приветствуем вас с распростёртыми обетями. Вы усердно работаете, чтобы снова запустить баню. Я слышал. Я бы не сделал этого, если бы я был тобой. Почему это? И вообще... Я чувствую, что согласится с вами. Я сильно... СИЛЬНО рекомендовать. Вы стали здесь, в моём храме. Я не могу больше читать. Это надо было английский язык включать и просто моим шикарным переводом всё переводить. Я так полагаю, он предлагает остаться здесь, в моём храме. И нам даётся выбор. Давайте, конечно, попробуем. Ты один, послушный ребёнок. Боги рады услышать это от вас. Улыбка. А это типа он пожал мне руку. Вы защищены. На данный момент. В следующий раз, когда ты придёшь, вы должны принести предложение. Денежное предложение. Понятно, блядь. Я-то думал. Значит, за меня свечку сейчас поставят в храме. А грехи за меня все отмолят. И вообще, я стану святым человеком, очистюсь от всей грязи. А оказывается, денежка им нужна. Всё понятно. Или боги отказаться от вас. Ну, я так и думал, что боги отказаться от меня в таком случае. Ну, сплошной грабёж. Среди бела... Дня. Эээ... Хэллоу. Бабуля. Она принесла цветы. Как будто бы здесь кто-то умер. Угу. Интересное совпадение. Привет, ворона! Привет-привет! Да что у тебя такое там? Чей-то пальчик, да? Чё, подмышки пахнут, что ли, плохо? Ну так в сауну в нашу заходи скорее, в баню, подмойся. Бабуля здесь молчит, ничего не говорит. Ну и всё, тогда я на работу пришёл. Посетитель на подходе. У меня посетители здесь выше крыши, хуева туча. Они мне со своими храмами, бабулями, воронами. А сменку-то кто будет закрывать, а? Здравствуйте. Что за чат пришёл? Эээ... Так, хорошо, полотенце. Только полотенце. Кейчи. Привет. Принеси мне выпить за 15 минут. Выпить? Ладно, подожди, подожди. Походу, это наш шанс, ребят, выбраться из этой сауны, наконец-таки. Уволиться отсюда нахрен и зажить хорошей жизнью. Это наш шанс на хорошую жизнь, наконец-таки. Подождите, как мне выйти отсюда? Музыку включаем, романтическую. Да. Конечно, конечно, идите переодевайтесь, умывайтесь, делайте там что хотите. Я сейчас вам принесу попить. Блин, да что ж вы так врываетесь-то? Я только здесь, чтобы найти серегу, которую я бросила. Божь. Ладно. Так, смотрите, тут какое-то задание. Вытереть пятна на стенах, узнать, почему растут счета за электричество. Хороший вопрос. Всякие дядьки и тётьки здесь, потому что моют свои подмыхи. И воду не... А, электричество. А потому что вентиляторы, во-первых, работают. Во-вторых, музыку кто-то постоянно включает какой-то... Долбай... Ой. Блин. Да что ж вы так редко... Ой, не редко, резко появляетесь. Привет. Вы можете войти. Загадочная девушка. Ну-ка. Давай-ка. Ну заходи, заходи. Чё стало-то? Да-а-а. Ну и городишко. Посетить или нет? Давайте вздремнём. Ой, батюшки. Так, прошло около 15 минут. Нужно сделать этому мужчине напиток. Ну давай, выходи. Так, что тут у нас есть? Ну, это Red Bull, да? Так, щас напоим его, как говорится. Кошелёчек достанем, пока он там уснёт. И... Freedom! Привет. Привет. Я Анастейша. Держи напиток. Хорошая девочка. Пошёл ты в пиз... Слушать. Ладно. Почему ты здесь работаешь? Не знаю, у меня нет денег и... Ээээ... Я... Люблю потных мужиков. Эээ... Я не имею никакого выбора. У тебя всегда есть выбор. Ну тогда дай мне этот выбор. Вы хотите работать на меня? Ну смотря, что нужно делать. Такая девушка, как... Такая девушка, как чё-то, и чё-то, чё-то, чё-то там. Такая девушка, как ты, могла бы легко сделать тысячу раз того, что ты делаешь сейчас. Это мудро было сказано. Только я ниху** не понял. Из этого перевода, наверное, он имел в виду... Типа, ты могла бы зарабатывать намного больше, чем ты зарабатываешь сейчас. Что думаешь? Давайте не будем тратить здесь свою драгоценную жизнь. Я не заинтересована. Жал... Кое. Вы думаете, что вы больше, чем на самом деле стоите? Лучше будь осторожен. Я здесь хорош. Ха-ха-ха. Просто цитата. Тихо, тихо, подождит. Стремный дядька был, ничего не скажешь. Он ушел? Быстро он. Он даже одеться не успел. Прям так, глушом, что ли, пошел? Ты погляди. Ну ладно. Как говорится, взяв все в большой кулак, выбегает кое-как или как там, какие-то стишки пишите, дурацкие. О, нет! О, нет! Свет вырубился. Ха-ха. Какой драматизм-то был. Надо подумать, как снова включить его. Так, ладно, это не к добру на самом-то деле. Куда нам надо-то? Твою мать! Это уже не было, да? Здесь провода какие-то. Ты погоди, что происходит, а? Ага! Как-то это не очень безопасно выглядит, честно говоря. И он не открывается. А, сюда войти... Магазин техники? А где здесь написано об этом? Хоть вывеска была бы какая-то. Какие-то мультиварки здесь интересные. Почему у него есть электричество, а у меня... У нас нет электричества. Вы не похожи на тип, который может позволить себе вещи. Эти приборы... Они мои дети. Ладно. Не стесняйтесь взглянуть. Просто одна вещь. Абсолютно без бартера. Короче, я даже такую хуйню приведу. В общем-то, имелось в виду, что... Он очень много тратит энергии на свои вот эти вот все приборы, которые он почему-то называет детьми своими. И, в общем, он не... В общем, хуйня какая-то происходит. О, ключик он нам дал все-таки. А, нет, не дал. Как ты думаешь, что ты делаешь? Эээ... Краду ключ от щитка. Как мне своровать? О, это пожарная сигнализация. Нажать. Хе-хе-хе-хе. Что теперь скажешь? Тихо-тихо-тихо-тихо. Что ты делаешь? Это был несчастный случай. Уходим отсюда. Ну да, это было легко. Облапошили паренька. Так, сейчас мы отрубим ему всю электроэнергию. Теперь мне нужно завершить задачу, а именно прибраться. То пол в говне, то стены в говне. Я не пойму, как это вообще происходит? Какое-то... Странное пятно, вам не кажется? Это действительно пятно. Ладно, видимо, сейчас нас ждет какой-то... Трэш. Давайте сходим в душ. А, кстати, в прошлый раз я, по-моему, принимал мужскую ванную. А, ничего страшного, никого же не было. Вот это вот мне не нравится. Тень вот эта вот. Она как будто, знаете, вот-вот и оживет. Опять какая-то хуйня происходит. А, теперь сауну мы должны принять. Ну тут-то точно что-то произойдет. Здрасте. Елена Длина Лобковова. Лобкового И... АА IST Б**ть! Что это было? Я даже не успел Разглядеть. Тут какая-то была Тётя? Ты где, тётя, спряталась? В туалете? Сейчас найду Шваброй приложу, поняла? Ты очки какие милые, А? Я тут бегу Галышом по всей сауне пытаюсь понять Вообще, что происходит Кто здесь включил душ? Я ведь один в сауне, не так ли? И не один душ, кстати Э, я только что его выключал Свинью зарезали где-то Так, люди запрещаются И правильно, не нужно сюда ходить Приходят всякие странные Так, это монах Пришел за меня помолиться Глава 3 Мне кажется, или здесь стало еще больше белья Ну ладно Кстати, вот это вот пятно Это что, волосы, что ли? Это мне напоминает звонок Какое-то либо проклятие, да? Все вот эти вот старые японские ужастики Эх! Так, давайте еще раз сюда придем Может быть монах нам что-то скажет Если вам нужна дополнительная помощь Перейдите к ящику для океана И воплотите молитву К какому еще ящику? Куда? О, здесь еще есть локация оказывается Я даже не знал Ага Ну да, я так и подумал Можно порыбачить? Вот это закинуло Так, достали какой-то мешок Сюда что ли? А, да И что это такое? Это нам нужно Молиться на персонажа из Genshin Impact? Или что я не пойму? Ну ладно, я в общем что-то сделал Допустим Допустим это мне поможет Ой, постер Кстати, его по-моему раньше не было Пропала кошка! Кошка из магазина сладостей Ну правильно, кошка-то сладости наверно наела Вот и спит Наелась и спит кошка Так, ну будем смо- А? Это обезьяна? Ее кто-то прикончил? Эх, это муха В левом ухе Фу Ладно Так, кстати, знаете что я хочу сделать, ребята? Я хочу поменять язык Я понял Я уже этого не сделаю Я хотел на английский язык поменять Но, видимо, придется нам с этим русским коровым переводом дальше играть Окей Окей, черная смена Кто у нас в этот раз? Ну я так полагаю, сегодня только тети, да? Будут приходить Одна интереснее другой Дай мне шампунь Шампунь так шампунь Держи бабуля Полотенце Еще одно полотенце Мне не понравился взгляд в ее глазах Это та бабка сказала другой бабке про меня? Девушка, она кажется странной Нормально вообще Ох, что эти бабки, а сплетницы Зашли, пообсуждать некого Это новая девушка? Да, новая, новенькая, да Пришла Мне не понравился взгляд Чилатекс верующий Эй, ты там Почему мрачное лицо? Как тут все любят Оскорблять? Тебе нужна помощь Все мне пытаются помочь Значит в храм приходи помолись Еще какой-то пришел Старый пердун Чего тебе нужно? Ну ты сейчас в порядке, вас любят Чилатекс Звучит как название какой-то роб-группы Тот факт, что вы здесь со мной является доказательством этого Некоторые называют его богом Но правильно мы называем его Чилатекс Я понимаю Я возьму это Какая-то странная статуэтка Ну тогда это будет сто тысяч йен Ты чё охуел? Нет, ну вот эти вот религиозные фанатики Они конечно У меня нет таких денег Спасибо за увлекательный разговор Выход налево Ой, кто звонит? Какой миленький телефончик Знаете напоминает как в Гарри Поттере в этой части Принц Полукровка или Урзен Феникс Не помню там где-то в общем-то Долорис или как вы там Ну короче в розовом одеянии Вот эта вот учительница Из министерства обороны Из министерства магии Да? Которая там была Так Вот у неё тоже всё такое розовое было Неизвестный абонент 8 Ну и 2 Ой Блин я не успел Полностью посмотреть Там по-моему какой-то код был Я увидел только 8 и 2 Что это было? Ты у меня спрашиваешь Подруга Я вообще в ахуе что у вас здесь происходит в вашем городке Так Это чё год прошёл сейчас или чё? Заставка была странная Чё они год мылись да? Такая девушка как ты Давай давай пиздони чё-нибудь давай Идеально подходит для предложения Мне кажется знаете что мне кажется Кто стучит? Это всё на сегодня Давайте посмотрим в списке Сказано что нужно купить пищевую соду в местном кондитерском магазине Почему в магазине сладостей? В общем Эта бабуля Ребята мне не нравится Знаете чем? Мне кажется Или это тоже завязано на какой-то вот этой На вот этих вот религиозных фанатиках Да? То есть Не просто так же нам Их пихают Здесь Что происходит Эй Рад встрече Вы хотите картофель? Я хотел бы один Спасибо Однако У нас есть политика Задавать несколько вопросов картофеля Что бы дать вам право 자신ся один Где расти сладкий картофель? Ну Ээээ Грязь Неправильно Вы не только позор для всех пожирателей мира но и для всей человеческой расы Вернись и попробуй ещё раз Под водой Нет? Дерево Здесь нет правильного ответа Почему в этот раз грязь сработала? Когда вы их собираете? Осень? Сладкий картофель цветут цветы? На что они похожи? Утренняя слава Правильно Вы, кажется, очень хорошо знаете свои патото Теперь последний вопрос Как лучше всего съесть сладкий картофель? Кстати, я на самом деле люблю сладкий картофель В последнее время я прям часто его готовлю Но я его запекаю Вот, наслаждайтесь Но не, ешьте слишком быстро Всё, спасибо, странный дядя Я купил сладкий картофель Это выполнено Так, и теперь нам нужно зайти в магазин Я так полагаю вот в этот, да? Да Магазин сладостей И там купить пищевую соду Привет, странная бабуля Молодая леди У тебя красивые глаза Только не говори о том, что я подхожу Идеально для предложения какого-то там Ладно? Иметь Ничего, если я посмотрю Ладно, смотри Извиняюсь Я не могу с этим поделать Когда увижу такое Парсинг Я не понимаю, о чём здесь вообще речь Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Ладно, посмотрела в глаза Поржала Я вообще диву даюсь Какие здесь Жители этого города Постоянно обзывают Оскорбляют Ржут в лицо Всякие бабки, да? Нормально вообще? Сейчас я здесь нахрен тебя похозяйничаю Нормально тебе будет? Так, тут какой-то ящик вообще А, нужно ещё раз с ней поговорить Плакат пропавшего кота Тамачан Если вы найдёте её Ну, в смысле, кошку Я могу дать вам особый подарок И что, мне теперь кота нужно этого, что ли, искать? И только за это она нам соду даст, получается Её, что не tauывается? Вы тоже это видите Эээi Сдрайте Не могла бы я вам предложить сладке картошечки приложить поебальцу Ой, кошка Привет, кошка Быстро Что это ты здесь делала Какой ублюдок тебя запер, а? Держи, бабуля. Хоть ты и противная старая корга, но кошка у тебя славная. Это твоя кошка? Тамачан. Добро пожаловать обратно. Спасибо, молодой человек. Я женщина. Теперь по поводу подарка. Я сделала это именно для тебя. Позаботьтесь о нем. Ха-ха-ха. И чё это такое? Спасибо, конечно, но я за соды пришла сюда вообще-то. Бабуля, глаза открой свои. Или ты через эту куклу видишь, да? Ха-ха-ха. А, она нам, кстати, какой-то ключ ещё дала. Вот этот вот. И тут был какой-то ящик. Серьёзно? То есть ты специально для меня припрятала эту соду в ящик, да? Я даже не буду ничего говорить, знаете? Я просто уйду отсюда. Я просто уйду. У меня ещё работа выше крыши на смене. Ну, осталось только убрать ржавчину с душевой лейки. Ага, вот оно, да? Готово. Ещё одна. А, вот ещё одна. Просто с таким освещением непонятно было. Так. Снова нам предстоит принять ванну. И снова какой-то трэш. Нам предстоит увидеть. Теперь в сауну. А, вот сюда нам, да, теперь? О, вот это я понимаю. Черпачок. Подливаем. Садимся. О, я прям чувствую этот запах. Я вообще-то же попарился. Только, конечно, не в таком стрёмном месте. Подливай, подливай. Подливай, подливай, моя хорошая. Вот так. О, хует! Что это было? Это, наверное, самый неожиданный скример за всю историю подобных игр, в которые я играл. я не знаю почему то он прямо он прямо как нож в спину не знаю видимо потому что в таком неожиданном месте я то думал что-то передо мной должно будет произойти а тут это ужасно было меня уже задолбала эта игра она слишком длинная серьезно четвертая глава белишко все еще сушится о вентилятор она себя сперла или у нее был не помню так тут опять какой-то херня фу какой стремный звук а нормально кстати смотрите у нас уже телек появился о дождик идет я надеюсь этого фактора будет достаточно для посетителей чтобы не ходить в сауну сегодня ой бабуля это ты-то стром стрёмная да бабуля это единственная фотография которую я имею из нее рыдает ой та девушка на картинке она моя внука внучка она о блин теперь мне жалко ее это видимо это видимо бабушка той девушки которая пропала до 20-летней я правильно понимаю посетитель на подходе ну давайте так сегодня нам не были теловое мыло и шампунь пожалуйста монеточку я забираю все иди подмывайся поливали а еще полтенца давай все кыш что они там как-то не втихаря это делают знаете вот тогда две бабки прошли одна из них пока разговаривала вторая пряталась там потом они резко вышли теперь какая-то женщина с сыном своим что ли или короче какие-то странные вещи здесь происходят определено так сегодня нам предстоит прочистить трубы не бегать в сауне ты не видел табличку которой теперь здесь нет о том что бегать нельзя вот так и думал а ну дитё кто ж ты моя рука ну сказали же не бегать постой под вентилятором должна помочь моя рука кто-нибудь помогите ой нихера себе у тебя кровь здесь чувак ты чё ребёнок надо скорей помочь ему сделайте что-нибудь для кого кстати эти массажные крысла сделаны интересные какие-то механизмы интересные ребёнок в беде надо скорей помочь ему типа супер древние массажные крысла да какие-то интересно так мне нужно к матери дайте а чё а мы вообще да не следим за ребенком за своим мамаш это где куда она пошла ну это хороший вопрос так уж на в туалете писит да походу реально до этого здесь было открыто открывай мамаша вы чуть такое аптечка и чё она здесь делает может быть его мама пыталась донести эту аптечку для него да но что-то ее остановила все еще болит ах мать она заставила мою руку фанта его мама сунула руку под горячую воду это полагает интересно зачем она это сделала здрасте что-то сделала я не могу поверить что ты сделала сыном я никогда больше вернусь сюда с моим сыном нормально это еще я виновата мамаша ты вообще тю-тю или то-то просто вали отсюда и не возвращайся и если ты вернешься то и те руку тоже сломаем серьезная уже вот я просто наполняюсь этой агрессии вот этой негативной энергии потому что приходится на одни уроды кто здесь ах с дам богу тот пришел мне кончилась туалетная бумага не могли бы вы мне принести немного ты парень почему-то в женском я тебе знаю вы звучите знакомо почему-то в женском скорее я только что сделал ошибку что сделал чик чик да не могли бы мне просто принести документы так документы или туалетную бумагу если речь о дипломе то в принципе одно и то же держи вы спасли мою жизнь теперь очень сухо можно без подробностей очень интересный эпизод получился ты уже здесь был ох нет лучше туда не заходить здесь эту же чувствую запашок снова прибраться нам надо ну что ж средство для чистки труб я так полагаю куда заливать а вот сюда нам нужно заливать его так мы готовимся к очередной порции трэша чё могу сказать и последнее ну да все я готов так и чё а все принимаем посмотрите на это на что ой здрасте а что вы тут делаете но это было ожидаемо это волосы этой да девки у нас в апартах ладно ладно подождите что это было я сломал игру пропавший пропавший майна мы долго не общались с сестрой она сказала что у нее депрессия и она бросила работу я слышала что она собирается поехать в одно место в горах и работать в бане она не отвечает на мои звонки но возможно она занята я волнуюсь за нее я должен ее проведать я собираюсь приехать к ней на ночь и поговорить с ней твою мать не надо этого делать походу мы теперь играем за ее брата или за кого-то там из ее окружения пятая глава ты порядке ты не так хорошо выглядишь я уверен что твоя сестра в порядке я уверен что она просто просто работает понимаешь если нужна будет помощь позвони спасибо маху теперь удачи твоя сестра ждет хорошо значит мы играем теперь за брата нас подвезла какая-то маху до этого стрёмного городка мне стоит пойти проверить комнату сестры интересно то есть наша сестра пропала за которой мы играли большую часть игры так 203 похоже она не дома да что ж такое вы чё делаете то я думал просто игра зависла а это скример был твою мать ты сестра майны такие сестра или брат сестра добро пожаловать привет вы сказали что моя сестра работает здесь она делает однако сейчас поездки с несколькими друзьями чё ты врешь она должна вернуться менее чем за неделю могу я остаться здесь и подождать ее почему конечно но в номерах нет ванн это обычай для жителей чтобы использовать баню вы хотите работать здесь пока ждете свою сестру звучит забавно если я могу остаться бесплатно а звучит забавно в принципе я согласна если если я могу остаться бесплатно замечательно давайте начнем сегодняшнего дня они меня завербовали и теперь мою сеструху хотят да так 205 да у меня номер ну ладно я буду по соседу жить и у меня тоже это стремная дырка господи как мне это все надоело как на это все достало как мне это надоело просто надо уже уехать нахрен в таганрог и ну вот это вот японская вот этот вот это японский колхоз у меня надоело честно говоря дырки вот эти вот какие-то бабы с длинными волосами черными вот этот вот японский фолькро фольклор он вот здесь у меня вот же уже вот здесь вот он так сумку бери ладно клади сумку чё это такое баляха моха здрасте приехали а ну это ж та куколка который которая бабуля дарила Нашей сестре Ладно, возьму с собой Так, ну я здесь Я снова здесь Постирать полотенце, получить больше древесины для котла Так, грязное полотенце Посетительно подходит Даже постирать не дали Ну, грязными вытираться, значит Вот что я хочу сказать Вы тут все равно грязнули Какие-то Тот самый чувак Ну ладно Держи, грязное полотенце Он, кстати, самый высокий Здесь какие-то все низкие А он прям 180, так 180 сантиметров Ага, стрёмная тётя, привет Положи денюжку Полотенце грязное тебе Ну и всё, да Нихера себе, как ты стрёмно превратилась В милую японскую девочку Хи-хи-хи-хи Ты чё? Сестрёнка? Это ты? Это наша сестра За которой мы играли полигры, да? Она куда-то убежала Ты чё? Сестра! Привет, сестра! Что с тобой сделали? Что это? Ванна холодная? Это не холодная ванна, не так ли? Вы не видели мою сестру? Какую? Я единственная здесь Меня не волнует твоя проклятая сестра Я просто хочу принять здесь хорошую горячую ванную Я не могу в это поверить Я заплатила за это Фу! Извините, система котлов сейчас не работает Ну тогда почини! Я буду ждать в комнате сауны до тех пор Я уже молчу, ребята Здесь просто сплошное неуважение Привет Стрёмная бабуля У тебя мало времени Ты не должна быть здесь Спасибо за совет, но это я и так уже понимаю Вот бабули пошли Скажут Тоже мне Ой, ворона, привет! Ладно, где котельная, я помню Вот здесь Ага, дрова Хм, этого недостаточно Нужно больше дерева Серьезно Только на одну котельную хватило И где я возьму дерево? Что мне, в лес эти рубить? Я не понимаю, почему так сложно? Я имею в виду, что Ладно в кофейне работать Там кофеечки делать всякие, да? Делать кофеечки Пускать смехуечки А здесь прямо Ну, не знаю Я, честно говоря, играю в эту игру По-моему, уже второй час Я уже как будто 24-часовую сменку отработал На какой-нибудь вахте Серьезно На ней написано Вы можете брать столько дерева, сколько... А, вот же дерево лежит Ну, я все возьму, конечно Заправляем Теперь отопление работает Стоит сказать об этом женщине Мне кажется, ее уже там нету Либо... В общем, точно что-то странное уже успело произойти Я уверен в этом Так, она должна была ждать здесь О, нет, она здесь Сестра Я искала тебя Ха? Подожди Значит, нам либо мерещится Везде наша сестра Либо Я не понимаю, что происходит, честно говоря Ой, так Что нам делать-то надо? Что-то я не пойму А, ну вообще Нам постирать полотенце Вроде как нужно было Ой Ячейка любви Так, у меня есть какой-то ключик Подожди А, это от моих абартов Стоп, стоп, стоп А полотенце же Точнее, не полотенце А стиральная машина Была же у меня в апартах, нет? Может, мне нужно вернуться в апарт И постирать там полотенце? А, нет Мне показалось Нет у меня никакой стиралки Супер, возвращаемся обратно А может, их прям в сауне надо постирать? О, ключ от номера 203 Че? Походу, реально Походу, реально нужно стирать полотенце в апартах Только теперь в апартах моей сестры Какого черта там вообще ее... А, ну она же там и пропала Поэтому, наверное, ключики-то свои И обронила Интересно Попробуем посмотреть, что же там такое В этих апартах О, картошка та самая Ой Эээ, понятно Что-то здесь не так Проверь Паттатами Что это такое? Кусок от газеты Дневник Ее Почему они так ненавидят меня? Все говорят за моей спиной Игнорируют меня, когда с ними разговариваю Что я им сделала? Ну, а я о чем? Видите, я не один себя так почувствовал, значит Все в моей жизни шло кувырком Пока я не встретила его в храме Он заботился обо мне Он полюбил меня Что ты несешь, подруга? Он сказал, что мы должны держать эти отношения в секрете Зачем держать это в секрете? Все, чего я хочу Это, чтобы он оставался рядом со мной Я счастлива до тех пор Пока могу быть с ним Соучизи Ладно, я понял Ну, походу, завербовали Нашу сеструху в какую-то секту Что я могу сказать? Поэтому все это с ней происходит Ворона Может, ей, кстати, что-то можно дать? Стоп, подождите-ка Ей реально можно было дать все это время что-то И что? Мы просто ее покормили и все? Ой Ага Ключ от ячеек для обуви Это она нам дала? А, у нее в клюве же это было О, мой бог А вот и ячеечка Че это? Ключ от мусорной зоны Это вот здесь, да, я так полагаю? Так Сливная труба А, стоп, стоп, стоп Кажется, я знаю, для чего она нужна Это же в этой бойлерной Там нужна была эта труба Как будто бы Че-то там, короче, для слива нужно было Так Крышка заблокирована А, нет Пробка какая-то нужна А, вот, все Готово Что это за старая стиралка какая-то? А, это в ней мне нужно постирать полотенце КОНЕЕШНО КОНЕШНО КОНЕШНО Хе-хе-хе-хе Для любимых посетителей Очень стерильненько, я думаю, получилось все Вот сюда вот, наверное, да? Да Что ж, очередной раз Нас заставляют Сходить в душ Я надеюсь, это последний Я уже устал, потому что Уже должна быть развязка Ну, поехали А-АА, бл**ть А-а-а Скримеры в этой игре, они меня доведут О, у нас опять задание на время Какое-то А че нужно делать-то? Это как в той игре про кофейню Там тоже такое задание было Только я не понимаю, что нужно делать Чаша для ванны Гель для душа Что это все? Для чего это надо? И че это Че мне с этим делать-то всем? Уточка какая-то Какой в этом смысл, я не понимаю Ааа, все, я понял, походу Бляха-муха Вот это меня осенило сейчас Здесь нужно все поставить так же, как Ой-ой-ой-ой-ой-ой Блин, у меня времени уже мало, я это не успею сделать Такая вот мини-игрулечка, да, у нас Нужно все поставить, как и здесь Значит, сюда ставим вот эту штучку Здесь ничего Посерединке вот эту штучку, да Блин, подождите, я так не запомню все Мне нужно поочередно это делать Я уже забыл Вот сюда, по-моему, вот эту штучку Вот эту штучку, либо к этой Блядь, я не помню Вот сюда, по-моему, ее нужно было Все ближе к дальней стенке нужно Так, все, понял, понял, понял Подождите, все ближе к дальней стенке То есть это вот, да, сюда Все правильное А, не-не-не, неправильно, вот это вот сюда Вот это вот сюда еще вот эту штучку нужно сейчас поставить вот сюда кажется здесь получается раз-два на третий тазик на четвертый, это шняга понял раз-два на третий тазик на четвертый подставочка а нет, значит тазик вот сюда надо вот, а вот это тогда последнее, это вот сюда вот надо, шампунь рядом с тазиком а вот эта штука а, я забыл куда ее ставить а, у меня 20 секунд, ребята, я не успею я не успею, я не успею я не успею, я не успею, я не успею, я не успею куда ставить эту штуку? так, это рядом с тазиком к стене, это дальняя вот эта штука все, понял, понял, внутренняя штука а, я-я-я-я-я, я что-то не так сделал, да? блин привет привет ну вот старался что это такое твою мать бежать в апартаменты ладно как скажете какого черта что происходит в этой страной игре не понимаю уже хочу делать попарюсь она я она бежит за мной твою мать я не и так я так полагаю нам нужно сразу 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 covid вы systлил Так-так-так, так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так Твою мать! Вы просто не представляете, это достаточно стрёмненько было. Когда на тебя давят вот эти вот шаги, учащающиеся. Так. Привет, а как тебя зовут? Офицер Щукина! Давайте скримак что ли. Нашептала что-то мне на ушко, да? Такая сплетница она, конечно. Нормально-то она меня тащит. Нет, это, конечно, очень интересный эпох. Девка-призрак из звонка тащит меня по улице. Но... К чему это все ведет? Она меня, походу... Давайте посмотрим. Походу, сейчас нам покажут, куда прячут трупы, что ли, или что? Куда она нас засунет-то? Не понимаю пока. Это она в бойлерную, да, зашла? Ух. И кто это нас тащил на самом деле? Ах, это монах! Да я так и думал, что они какие-то стрёмные фанатики дебёжные. У меня вопрос, это когда-нибудь закончится? Я уж не могу в это играть, господи. По-моему, вот с этой игрой они немножко перебрали с градусом трэша и безумие. Пиздец тебе, малыш. What? Честно говоря, я вообще ничего не понял. Непонятен сюжет? Хочется разобраться, что к чему и почему? Тогда вам поможет... Брайан объяснялочь. Итак. Мы играем за некую Майну Акимуру, которая устала от городской работы и суеты. Однажды ей на глаза попадается флайер, на котором было сказано о том, что в какой-то там бане, которая находится в каком-то там небольшом городке на Ачибе, ищут новый персонал. Зарплата совсем небольшая, но зато мне дадут бесплатный номер в местном отеле, сказала Майна. Бросила свою нынешнюю работу и умчала в городок. Итак, во-первых, та бабуля в розовом действительно являлась бабушкой пропавшей 20-летней девушки. Эта бабуля была уверена, что ее внучки нет в живых, и что местом ее смерти была как раз-таки наша баня, сауна. Именно поэтому она положила цветы возле входа. Монах. Помните того самого монаха, который сказал нам о том, что мы будем защищены духами, если заплатим свой денежный взнос? Так вот, если бы не корявый перевод, сбивший меня с толку, новый, который я предполагаю, то мы бы с вами явно догадались о том, что это действительно можно сделать. Если принести монетку к Ларсу, то игра выдаст фрагмент из местной газеты, в которой описано исчезновение той самой 20-летней девушки. И с монахом встречалась не наша сестра, а именно та самая 20-летняя девушка. Ее звали Йоко, и это ее дневник мы нашли под матрасом. Также в конце этого фрагмента есть явный намек на то, что нам стоит порыскать в котельной и найти там что-то. Что мы с вами так и не сделали, потому что этот гребаный перевод все испортил. В котельной мы бы с вами нашли ключ, который открывает ту самую опечатанную дверь. Дверь эта ведет в некий задний двор, в котором мы обнаружили бы странный спуск в подвал. В этом подвале мы обнаруживаем бедного измученного мужчину, прикованного цепями к какой-то странной штуке. И как оказалось, именно этого мужчину хлистали в самом начале игры. Вы спросите, кто же его хлистал? Монах. Да. Да-да, тот самый монах. Но это еще не цинок. В смысле, не конец. В игре есть секретная локация, и при попадании в нее мы можем получить ответ на вопрос, почему монах оказался таким уеба... Таким злым. Так вот, этот монах был проклят некой Убум, призракой... Призраком женщины, которая умерла при родах. Проклят он был из-за того, что много лет назад он убил женщину, которая была беременна от него. Сделал он это для того, чтобы его не изгнали другие монахи. Для тех, кто не знал, монахи не могут иметь детей, так как они дают обед безбрачия и вот это вот все. Убив эту женщину, он пробудил злого духа Убум, которая его прокляла. Однако, однако, та женщина все-таки успела родить мальчика перед тем, как ее монах прикончил. Прикиньте, оказалось, бедный мужчина из подвала это и есть тот самый ребенок от той самой убитой женщины. Ну, он вырос, типа, уже. Чтобы избавиться от проклятия, монаху необходимо заманить трех женщин в ту самую сауну и принести их в жертву. 20-летняя Йока была первой жертвой. Наша главная героиня Майна, второй. И Ирина... Урина. Ну, ладно. Ее сестра, за которую мы играли в конце, стала третьей. И да, монах шантажировал некоторых жителей для того, чтобы они помогли ему заманить этих девушек. И даже ту бабулю, которая подарила нам куклу. С помощью этой куклы как раз-таки и был проведен весь этот ритуал. Итак, в игре есть две концовки. Если мы не освобождаем мужчину в подвале, то нашу сеструху жертвуют и ритуал завершается. Однако, как оказалось, Убум, злой дух, обманула монаха. Вместо принятия трех жертв она убила и самого монаха. Таким образом, она проникла из призрачного мира в настоящий. И... ну, короче, там походу всем пизда. А если же мы освобождаем мужчину, то он прерывает ритуал злого духа и освобождает Ирину. Ну и бонусом поджигает эту чертову сауну. Он оставляет Ирину на улице, где впоследствии нас находит та самая добрая бабуля и увозит нас в больницу. Это... это какой-то пиздец, а не сюжет. Мой мозг сейчас взорвется прямо как-то девка. Честно, ребят, очень неоднозначная часть. Мне она, я бы сказал, понравилась меньше всего. Хотя нет, наверное, меньше всего мне понравилось про доставку. Это все-таки еще как-то поколоритней будет. Но... именно в плане сюжета он максимально непонятный. О, кстати, кто делал русские субтитры? Руки тебе оторвать надо. И... эх... Так вот, слишком много каких-то переплетений. Я ничего не понял. Откуда этот призрак появился? Вообще, что это? Я... слишком много вопросов. Ну, а как вам эта игра? Напишите в комментариях свое мнение. Мне будет интересно почитать. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее прохождение игр от этого разработчика. И, кстати, сейчас у них в разработке игра про стримера. Что-то такое. Хоррор игра про стримера в подобном вот стиле. Мне будет интересно поиграть. Если вам будет интересно посмотреть, я буду рад. С вами был, как всегда, Брайан. До скорой встречи. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова